В 1969 году ученые впервые зафиксировали уменьшение озонового слоя над северным полушарием. О том, что озоновый слой защищает нас от жесткого ультрафиолета, к тому времени уже знали, и потому тревожились, взялись за подсчеты. Оказалось, что с уменьшением озонового слоя на 1%, число больных раком кожи растет на 6%. Ай, беда, за что же нам такое? Есть ли спасение? По счастью, в 1973 году один немецкий химик, Крутсон, и два американских, Роуланд и Малина, обнаружили, что хлорфторуглеродные соединения, фреоны, столь широко используемые холодильной и прочей промышленностью, могут вступать в реакцию с озоном, разрушая его. Это правда. Но правда также и то, что озон-вещество очень активное, и потому легко вступает в реакцию почти с чем угодно. Однако пресса, чуткая к сенсациям, тут же раструбила, что женщины, прыская из аэрозольных баллончиков, разрушают так нужной цивилизацией озоновый слой. Виновник был найден и многократно уличен газетами. Немцу и американцам за такое чудесное открытие дали Нобелевскую премию. С этого момента откат назад стал невозможен. Социалистические страны, Норвегия, Швеция и Финляндия, имманентно тяготеющие ко всему зеленому, феминистическому и эгалитарному, предложили спасти планету от заразы, полностью запретив выпуск фреонов. Мир задумался, все-таки речь шла о полной перестройке химической промышленности. Но в 1985 году английские ученые весьма кстати открыли уменьшение концентрации озона и над Антарктидой. Тут же была принята Венская конвенция по охране озонового слоя и подписан знаменитый Монреальский протокол об ограничении производства фреонов. В СССР тогда как раз начиналась перестройка. Красный Медведь изо всех сил старался выглядеть как можно приличнее и цивилизованнее, посему наряжался в платьице горошком и танцевал калинку на задних лапах. Союз брался сразу за все, лишь бы его похвалили. Выводил войска в рекордно короткие сроки, сокращал вооружение, что еще хотите, бороться с фреонами, да об чем базар. В 1988 году СССР подписал Монреальский протокол, пообещав цивилизованному человечеству в течение 10 лет сократить производство фреонов на 50%. А в 1992 году обновленная суверенная демократическая Россия в эйфории свободы подписала в Копенгагене еще более жесткую редакцию Монреальского протокола, по которой с 1 января 1996 года вводился полный запрет на производство фреонов. Не выполнили, конечно, после чего прилюдно каялись перед всем миром, кося под юродивых. Кстати, пробуждающийся Китай ничего не подписывал. Мол, вот когда наша экономика станет такой же крепкой, как в развитых странах, вот тогда и будем вместе бороться за всеобщее спасение. В конце концов, больше всего фреонов произвели США, а не Китай. Вот пускай они и латают озоновые дыры, не перекладывая борьбу на плечи других, менее виноватых. Резонный вопрос. А почему именно США так яростно боролись с фреонами? Очень просто. Монреальский протокол был подписан только потому, что за него обеими руками проголосовал транснациональный химический монстр, концерн Дюпона. Для справки. Крупнейшая в мире химическая корпорация Дюпон-Денемур была создана в США в 1802 году выходцем из Франции по фамилии Дюпон. К моменту описываемых событий корпорации принадлежали 225 заводов на пяти континентах. В год в мире продавалось почти на 40 миллиардов долларов дюпоновской продукции, и около 2 миллиардов долларов ежегодно Дюпон вкладывал в научные разработки. К середине 80-х корпорация была крупнейшим в мире производителем фреонов, и, естественно, нападки на фреоны концерну не очень нравились. Поэтому Дюпоном были брошены гигантские суммы на разоблачение озоново-фреоновой теории. Но не дураки сидели в руководстве концерна. Одновременно гигантские суммы были брошены и на поиск заменителя фреона, на всякий случай. И счастье улыбнулось миллиардерам. Заменитель фреона был найден и запатентован. После чего не стало в мире большего защитника озонового слоя, чем концерн Дюпон. Имея монополию на заменителей фреона, Дюпон стал руками политиков и зеленых бороться за запрещение фреонов по всему миру, стараясь посадить недоразвитые и прочие страны на свою химическую иглу. Так, недоказанная научная теория позволила подсуетившимся миллиардерам крупно заработать на дураках. В одних только Соединенных Штатах за отказ от фреона потребители заплатили 220 миллиардов долларов. А что же озоновый слой? Позже выяснилось, что озоновые дыры возникают, как правило, над зонами тектонических разломов. Все известные на сегодня озоновые аномалии, перенесенные с карт Центральной аэрологической обсерватории на карту геологических разломов, практически совпадают. Разрушение озона происходит из-за активной дегазации земной коры, которая выделяет водород и водород-содержащие газы. Они-то и разрушают озон. И сравнивать выброс фреонов из аэрозольных баллончиков и холодильников с природной дегазацией планеты просто смешно. Земля газит в 10 тысяч раз больше, чем все химические концерны планеты. Причем, что любопытно, периодическое истончение озонового слоя с последующим его утолщением естественный для планеты процесс. Такой же естественный, как и колебаний уровня Каспийского моря, с которым тоже пытались одно время бороться. Исследования члена-корреспондента Российской академии наук Андрея Капицы и других ученых убедительно продемонстрировали, что озоновые дыры возникали на планете задолго до того, как на планете появились химические фабрики, потому что степень дегазации земной коры находится в прямой зависимости от солнечной активности. Их кривые практически совпадают. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok